Крылатая фраза Остапа Бендера из бессмертного романа Ильфа и Петрова, как нельзя точно подводит итог состоявшейся на прошлой неделе видео встречи лидеров Азербайджана, Франции, Армении и председателя Совета Евросоюза. Именно на этой встрече было достигнуто спустя многие годы соглашение о делегировании миссии ЮНЕСКО в Армению и Азербайджан. Это поистине историческое соглашение, ставшее еще одним труднодоступным пиком дипломатии, покоренным президентом Ильхамом Алиевым. Не секрет, что после того, как на исторических землях Азербайджана было образовано государство Армения, ее народ целенаправленно уничтожал азербайджанское историческое и культурное наследие. А после распада СССР и насильственной депортации сотен тысяч азербайджанцев с их исконных земель в Зангизуре и Гойча, этот процесс принял грандиозные масштабы. С опретением независимости Армения стала на государственном уровне системно уничтожать многовековые памятники, связанные с азербайджанским этносом. После того, как с территории Армении был изгнан последний азербайджанец, власти этой страны сделали все, чтобы сравнять с землей и искоренить азербайджанское прошлое. На территории современной Армении были полностью разрушены или варварски переделаны 300 мечетей, а также уничтожены свыше 500 азербайджанских кладбищ. В истории цивилизации, пожалуй, не было больше народа, который с такой иступленной ненавистью боролся с прошлым и воевал с мертвецами. А сколько уникальных азербайджанских архитектурных и исторических памятников армяне присвоили или уничтожили. Дворец хана Сардара XVIII века. Мечеть Аббаса Мерзы XVIII века. Гей-мечеть XVIII века. Бани Гасан Алибека XIX века. Хараван Сарай Салим. И другие. Этот список можно продолжать до бесконечности. Все эти годы Армения упорно препятствовала реализации миссии ЮНЕСКО на своей территории. Что в принципе можно понять. Если международные наблюдатели прибудут в эту страну и поинтересуются судьбой азербайджанских памятников, власти Армении окажутся в очень незавидном положении. Тем не менее. Благодаря очередному дипломатическому прорыву президента Ильхама Алиева, Армении пришлось капитулировать теперь уже на культурном фронте и взять на себя обязательства по приему миссии ЮНЕСКО, которая, наконец-то, даст оценку реального состояния историко-культурного наследия азербайджанского народа. Точнее того немногого, что от него осталось. Хочется верить, что эксперты ЮНЕСКО достойно выполнят свою миссию и откроют миру объективную картину преступления Армении против многовекового наследия азербайджанского народа, за который эта страна должна предстать перед судом истории и ответить за свой пещерный вандализм. Вот и все. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.